Новая центральная кольцевая автомобильная дорога пройдет по территории Подмосковья и Троицкого округа Москвы в 50 километрах от первого кольца МКАД и по большей части параллельно уже существующему Малому Московскому кольцу, также известному как Малая Бетонка. Все построенные с нуля сегменты будут скоростными и платными. Самый длинный – третий из пяти пусковых участков, завершен на 76%. Он соединяет шесть муниципальных образований от Солнечногорского до Ногинского района. Спроектированы четыре полосы движения с максимальной разрешенной скоростью 140 километров в час. Автомобилисты смогут добираться с северо-запада на юго-восток Подмосковья примерно за час. Самый интересный и технически сложный объект на третьем участке, да и на всей центральной кольцевой дороге – это мост длиной почти в полтора километра над каналом Москва-Волга. Основной особенностью его является центральное русловое природное строение через канал имени Москвы, которое представляет из себя ферму с полигональным очертанием нижнего пояса, которое позволило выполнить монтаж природного строения непосредственно над судовым габаритом без ограничения движения судоходства. Впрочем, мост через канал имени Москвы – не единственное любопытное сооружение. Также здесь возведут пять эко-дуков. На первый взгляд может показаться, что за моей спиной недостроенный автомобильный мост. Однако на самом деле это не так. Это эко-дук – переправа для животных, которая помогает не только сохранить естественную среду обитания, но и снижает вероятность попадания животных на проезжую часть. Строительство третьего участка новой дороги завершится следующей осенью. Что же Датскат в целом, то для водителей она откроется примерно в 2025 году.